Бывший. Чтобы он вдруг не вздумал к вам вернуться, действуйте. Первое. Подстраивайте случайные встречи. Возле его работы, в магазине, да где угодно. Если вы прыгаете его на шею, вы будете вызывать только автоматическое отторжение. Второе. Заваливайте его подарками, сюрпризами, звоните почаще, шлите СМС. Надо, чтобы он знал, ваш мир без него немедленно рухнул. Чувство вины заставит его бежать подальше. Третье. Логика. Придумайте кучу причин, почему вам обязательно нужно быть вместе. И подробно ему всё разъясните. Это страшно раздражает. Четвёртое. Ешьте. Сладкое, мучное, да всё подряд. Набирайте килограммы, получите порцию эндорфинов и его заодно отвадите. Пятое. Шоковая терапия. Пусть он видит, как вы страдаете. Круги под глазами, зарёванное лицо. Женщины начинают умолять, с размазанными глазами рыдать. Ну, пожалуйста, поди мне на встречу, не бросай меня. Всё. У мужчины срабатывает мысль. Куда она денется, если она не делась 10 лет никуда? И всё. И тут он будет вальсировать у неё на макушке. Он будет танцевать здесь, костры палить и будет ездить танком по её душе. И вернуться ему точно не захочется. А как сделать, чтобы захотел? Не совершать этих ошибок – это во-первых. Во-вторых, надо проплакаться, пожалеть себя. И дать себе три месяца отдыха. Заняться танцами, уехать на острова, сходить в салон красоты. Сделайте всё для того, чтобы понравиться самой себе. И только тогда вы можете сделать правильную самопрезентацию даже бывшему возлюбленному. Самое лучшее средство по возвращению любимого – стать счастливой без него. И именно тогда мужчина может понять, что он потерял. Кстати, по статистике, один мужчина из четырёх способен начать повторные и серьёзные отношения. Яна Ропель, Станислав Хижняков, Первый канал.